Привет, я Артём Иванов, и моя компания Avimesto строит лучшие домашние кинозалы в Санкт-Петербурге. В последние годы на вопрос, какой сабвуфер выбирать, было два очевидных ответа – SES и REL. Оба бренда предложили рынку уникальный подход к проектированию продуктов и производят модели, которые сложно превзойти по соотношению цена-качество. Но есть ещё одна компания, у которой производство крутых сабвуферов прописано в ДНК – MK Sound. И она в 2022-м представила новый модельный ряд, который должен вернуть ей былую славу производителя самого правильного баса в мире. Сегодня я расскажу о старшей модели компактной серии V – MK Sound V15+. Действительно ли она так хороша? Миллер энд Крейзель – легенда в мире кинотеатрального звука. Википедия утверждает, что Кен Крейзель создал один из первых в мире сабвуферов в конце 60-х. Официально компания M&K появилась в 1973 году, когда сделала студийный сабвуфер для группы в стиле ДНК. И в 76-м они выпустили первый в мире трифоник под названием «Давид и Голиаф». Как вы догадываетесь, Голиаф стал первым в мире активным сабвуфером. Миллер энд Крейзель стоит у истоков многоканального аудио. На студийном оборудовании MK сводилось множество фильмов – от «Звездных войн» до «Пиратов Карибского моря». На MK впервые презентовали формат Dolby Digital. В общем, легенда. Все продукты MK Sound проектируют таким образом, чтобы они работали максимально долго, даже при длительном использовании на высоких уровнях звукового давления. Максимально долго здесь означает и отсутствие износа за годы использования, и отсутствие перегрева, который приводит к потере свойств динамиков и усилителей при воспроизведении фонограммы. Мечта любого продавца – товар, который работает долго и не требует ничего, кроме правильной установки. Основные продукты MK Sound – это сателлитные колонки, которые удивляют способностью выдавать большой звук на референсном уровне громкости при миниатюрном размере. И большие сабвуферы серии X, которые, кстати, тоже обновились в 2022 году. Но эти модели стоят дорого, поэтому рынок для них весьма узкий. Продвигать марку призваны сабвуферы серии V+. Это линейка компактных сабвуферов закрытого типа. В них нет фирменной технологии Push-Pull, но есть внимание к деталям, надежность и потрясающая продуманность конструкции. Всего линейка состоит из трех моделей – V10+, V12+, и V15+. Размер для успеха на рынке очень важен, поэтому у всех троих корпус буквально выстроен вокруг динамика. Это делает серию V+, одной из самых компактных в классе, особенно модели на 10 и на 12 дюймов. Отличаются модели размером динамика – 10, 12 и 15 дюймов соответственно, и мощностью встроенного усилителя класса D. Номинальная мощность вот этого 15-дюймового красавца – 500 Вт при 1000 Вт в пике. У V10+, это 300 и 600 Вт соответственно, а у V12+, 400 и 800. И эту номинальную мощность МК указывает при половине процента нелинейных искажений, что очень круто. Динамики в серии V+, новые. Штампованная стальная корзина, диффузор из прочного целлюлозного композита, подвес из нитрил-бутилкаучука, пылезащитный колпачок из стекловолокна и главное изменение – полностью новая катушка. Некоторые элементы конструкции позаимствовали из дорогой серии X, что очень неплохо, учитывая их общепризнанный высочайший уровень. Чтобы достичь нужного уровня жесткости и поддержки тяжеленного динамика, корпус сделали из жесткого МДФ толщиной 25 мм, с внутренними распорками толщиной 19 мм. Гриль сделали теперь магнитный, без этих дурацких ножек, которые так легко сломать, если из коробки неаккуратно сабвуфер достает. Зачем все эти ухищрения нужны? Сабвуфер MKSound V15 Plus играет от 20 Гц при неравномерности минус 3 дБ, а при минус 6, который часто используют конкуренты, нижняя граница опускается до 18 Гц. А еще V15 Plus получил сертификацию THX Ultra, что означает соответствие чрезвычайно строгим критериям в помещениях объемом до 84 кубических метров. V12 Plus сертификация THX Select, так что он имеет то же самое, но до 56 кубов. Но главная инновация, по-моему, это приложение. Здесь не особо много чего можно настроить. Да-да, теперь фишка SVS и Martin Logan появилась и в MK Sound. Судя по мануалу, в отличие от конкурентов, MK в приложении не только стандартные регулировки фазы, частоты среза и громкости вставили, но и параметрический эквалайзер. И что самое важное, там есть плавная регулировка фазы и задержка в миллисекундах. Получается из всех умных сабвуферов среднего класса MK единственные, которые позволят настроить мультисаб с любым ресивером без мини-DSP. Всем инсталляторам на заметку. Правда, приложение пока работает странно. На данный момент в Google Play 100 скачиваний. И рейтинг 3. Потому что даже после подключения сабвуфера расширенный функционал приложения не появляется. А вот на iPhone все работает хорошо. Старая серия V всегда привлекала меня тем, что почти не взаимодействовала с помещением. В одном из первых видео на этом канале я тестировал V10 предыдущего поколения и хвалил его за то, что для человека, понимающего в том, каким баз должен быть, сабвуферы MK – настоящая находка. Ведь они предъявляют намного меньше требований к размещению, чем конкуренты. Если зайти за работающий сабвуфер, его звука почти не слышно. Это огромный бонус для маленькой комнаты. Или если сабвуфер нужно поставить в углу. Вторым классным свойством была отличная работа в составе стереосистемы. Для музыки высокая производительность нужна не так сильно, как точность и скорость. А в этом даже старой серии MK Sound почти не было равны. Эти преимущества никуда не делись, но к ним добавились глубина и напористость, которой в младших сериях MK никогда не было. За прошедшие месяцы мы успели установить несколько сабвуферов V10 Plus и V12 Plus. И результат всегда радовал. Если сравнить старые с новыми, то маленький V10 нового поколения в чистую переигрывает V12 предыдущего. 15-дюймовых моделей V раньше вообще не было. Если раньше сабвуферы V-серии были среди конкурентов в числе хорошистов, то теперь их можно сравнить с самыми что ни на есть отличниками. Если померить MK Sound V15 Plus с измерительным микрофоном, удивляешься тому, насколько ровная у него амплитудно-частотная характеристика. От самой нижней границы в 20 Гц и до невероятных 300 Гц, которые можно установить в качестве частоты срезов приложений, никаких всплесков, никаких провалов. И ровную АЧХ можно наблюдать и на 95 дБ в метре от сабвуфера, и на референсных 115 на диване. Если разогнаться слишком сильно, например, в сцене появления главного героя из презентации «Железного человека», где он прыгает с самолета и летит вниз сквозь взрыва салюта, начинает мягко срабатывать ограничитель. Никакого клиппинга, который обычно возникает в этой сцене у большинства сабвуферов с не до конца доработанными мозгами. DSP в MK Sound настроили таким образом, чтобы гарантировать вам получение качественного баса в течение долгих лет без каких-либо проблем. Любимые мною SVS и ритмики, кстати, этим грешат иногда. У них на этой сцене динамик начинает люто скрежетать, потому что диффузор бьется обо все остальные части динамика. До каких только дотянется. Про сабвуферы от производителей широкого спектра акустики я вообще не говорю. На наших глазах топовый BMW сломал сам себя, а у монитора аудио с DSP случается что-то типа истерики, когда динамик колышется, а звук пропадает. Ребят, не надо брать сабвуферы с той же серией, что ваша акустика. Исключения с хорошими моделями, конечно, есть, но их настолько мало, что они только подтверждают правила. Главная характеристика, которую можно дать тому, как играет MK, это абсолютно правильный бас. Чтобы получить сертификацию THX, сабвуфер должен идеально отыгрывать свою партию на уровне громкости, близком к референсному, вне зависимости от сложности фонограммы. Поэтому я так уважаю шильдик с этими тремя буквами. Правильные, предсказуемые характеристики и возможность долговременной работы без потерь. В случае с сабвуфером это является следствием классного динамика собственной разработки, мощного усилителя класса D и, главное, хорошей настройки встроенного DSP. Напомню, что его базовая функция это не предоставление расширенных настроек, а постоянное выравнивание АЧХ. Ну и контроль за динамикой и усилителем, конечно, чтобы каждый из них не вышел за пределы своих физических возможностей. Моя любимая сцена для теста сабвуферов это налет на Перл-Харбор в фильме «Мидвей». По телевизору вы даже не догадываетесь, насколько эмоционально записан в этом ролике бас. Он жутким гулом наполняет ваше сознание, поселяет в него панику. Но происходит это только с сабвуферами, честно тянущими 20 Гц. И МК смог воспроизвести этот момент именно так, как должен был. Отличная производительность даже в момент, когда вокруг происходит множество других басовых событий одновременно. Бас идеально собранный, подтянутый и ровный вне зависимости от сложности сцены. Тот же эффект «Мидвей» повторяется на сложных батальных сценах из «Мстителей», «Аватара», «Звездных войн». Подобные эпизоды тяжело даются многим сабвуферам, потому что за главной партией взрывов или музыки вы перестаете замечать все остальные низкочастотные действия. У МК с этим вообще никаких проблем нет. Он будто ювелир во время апокалипсиса, который решил, несмотря ни на что, доделать свою работу до конца. Тщательно отыгрывает все мелкие элементы фонограммы и при этом не делает сцены менее захватывающими. Думаете, сабвуфер только для боевиков нужен? «Посмотрели всей семьей холодное сердце». И как же здорово этот саб доигрывает то, что не в состоянии воспроизвести ресивер и основные колонки. Простые действия становятся ярче. В сцене, где герои неаккуратно роняют стул или случайно впечатываются в дерево, ты вздрагиваешь от неожиданности. Но фишка в том, что так происходит и в реальной жизни. Получается, хороший сабвуфер способен вдохнуть даже в негромкое, не экшн-кино, новую эмоциональную составляющую. Еще один сценарий, в котором точность и правильность МК приходится кстати, это прослушивание музыки. После аккуратного сопряжения с моими дали, органная музыка заиграла так, что бабочки в животе появляться стали. Это эффект, который, мне кажется, можно как лекарство кому-нибудь прописывать. Правда, не знаю, от какой болезни. Эффект, когда ты чувствуешь, что бас проходит через весь твой организм. Будто ты — это сито перед вентилятором. Во многих видео я говорил, что менять акустику, выпущенную до десятых годов, имеет смысл, потому что музыку за это время стали по-другому создавать и по-другому записывать. Динамический диапазон и сложность отдельных сэмплов выросла на порядок, потому что на компьютере возможно создать все, что угодно. И современная музыка при работе с сабвуфером вроде МК перестает быть унылой попсой. Она раскрывается яркими красками, от которых моя мама, которая зашла к нам в гости, любительница радио Эрмитаж и канала Культура, сказала «Вот это да!». Понятно, что сабвуфер за 3,5 тысячи евро играет хорошо, другого и быть не может. Серия V+, позиционируется производителем как решение более высокого уровня, если сравнивать с конкурентами среднего класса вроде SVS SB3000 или Real HT1510. При этом не залезая в ценовые рамки настоящего басового H&M типа перлиста. Цены в России отличаются от цен в Европе и Америке всего на 10%. Учитывая логистические проблемы, пошлины и налоги, которые приходится платить дистрибьютору в нашей стране, такое ценовое предложение, я считаю, очень выгодно. Давайте посмотрим, насколько V15 Plus хорош по сравнению с конкурентами. Сабвуферы SVS, в том числе дорогие, не всегда напоминают игривого щенка, какой-нибудь большой породы собак, типа немецкой овчарки. Знаете, когда он еще сам не понимает, что может снести человека, поэтому прыгает и резвится, как маленький. Топовые сабвуферы SVS такие, они делают бас сумасшедшим. Хотели приближающегося динозавра, получите так, что ребра хрустят. Револьверный выстрел? Готовьтесь к эффекту, как от гаубицы. И, пожалуйста, воздержитесь от дабстепа. Соседи это могут не пережить. МК в таком сравнении точно останется в рамках приличий. Он отыграет все, что вы у него попросите, но не снесет полквартиры при этом. Дорогие рел серии S. Это обратная крайность. Они настолько интеллигентные, настолько вежливые и аккуратные, что иногда хочется, блин, по башке им врезать. В высшем аудиофильском обществе, где все во фраках и с бабочками, релы всегда принимают охотно. И для этой публики, искушенной и защищенной, они создаются. Но пиратам, вроде меня, не достает чего-то этакого. В кино хочется, чтобы крышу иногда сносило. Понимаете? Для киноманов же есть другая модель рел. HT 1510. Те же 15 дюймов удовольствия и киловатт в пике в закрытом ящике с динамиком спереди. Из всех сабвуферов рел этот мой любимый, потому что умеет вызывать эмоции. Но когда громкость больше 90 дБ, а на экране батальная сцена с множеством басовых событий, еще и приправленная музыкой, детальность баса нарушается. Получается, громко рел играет, но теряет собранность и класс. Значит, что в какой-то момент MK Sound может и будет тише, менее ярким, чем HT 1510, но сохранит при этом качество баса на неизменном уровне. Так что MK и здесь оказывается более правильным вариантом. Можно было бы еще о Velodyne рассказать, но серия Deep Blue это модели менее высокого класса и стоимости. Конкурентом должна была бы стать легендарная серия Digital Drive, но новый владелец этого бренда еще только налаживает производство обновленного модельного ряда. Так что Velodyne пока мимо. Kev KF92. Не могу не сказать об этой модели, потому что по цене она попадает ровно в ту же категорию. Тоже 1000 ватт. Правда, динамика 2. И этот Kev мне очень нравится, как компаньон к фронтальным колонкам при прослушивании музыки. Но в кино он не сможет дать столько же звукового давления в панче и драйве, как и SVS и MK. Вот это да! Это лучшая характеристика, которую я могу дать этому сабу. Это не дешевый аппарат. На данный момент он стоит в рознице 270 тысяч рублей. Но это аппарат, который способен вас удивить. Это по-настоящему универсальный сабвуфер, который станет прекрасным дополнением к любой системе. Его можно ставить в угол и не опасаться за слишком большое количество гула. Его можно ставить в пару к другому сабвуферу и не волноваться за ограниченность инструментов для настройки. Его можно комбинировать с другими моделями серии V+, и получать очень интересные результаты. Так что мой вердикт MK Sound V15+, однозначное да! Точно такое же да от меня и моей команды получают меньшие модели серии V10+, и V12+. В небольших помещениях про них можно будет сказать все то же самое слово в слово, а цена на них намного ниже. Напоминаю, что любую электронику, упомянутую в этом видео, вы можете выгодно купить в моей компании Ави Места. Мы поможем вам построить систему вашей мечты. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, публикации там теперь регулярны. Например, вы сможете увидеть анонсы следующих видео, новости рынка и наши суровые инсталляторские будни. До новых встреч!